Потому что это мне напоминает прибытие иммигрантов откуда-нибудь из Европы в Америку. Такой же какой-то коридор, бредут люди, и они не знают, какое же будущее их ожидает. Впрочем-то, как и всегда, ничего не меняется. Вау, вы видите пик, вы видите этот тавр, эту башню. Ну что, нас встречают все те же тук-тукеры, и вот эта внешняя стена, это внешняя стена форта, а это внутренние, раньше были какие-то казармы, но сейчас это превратилось все в магазины. Вот она началась уже, экзотика. А new look, а, ребята, можете сразу по выходу сделать себе new style. Where is Kazakhstan? 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 Okay, смотрите, ребята имеют вот такую замечательную точку, где у них все охрененно в старом древнем здании. Yeah, YouTuber! Yeah, YouTuber! Thank you for your work. Tell me, do you know, how many years it? 100? What age of it? Yeah, what's going to be when you come? Yeah, 500 years ago. Yeah. And he built it. Yeah, come on, let's go, let's watch, let's watch. смотрите какие потолки это все древние это еще древние полки и здесь чувак здорово это музей древних вещей которые вы можете наблюдать пожирая тут что-нибудь вкусно то оригинал но зато какая крутая карта вот карта супер еды map is 100 person улочки конечно здесь довольно узенькие и все уж такое довольно таки древненькая знаете да конечно сейчас это все используется по какие-то арт-галереи супер навороченные отели допустим если вы соберетесь туда проникнуть я ни у кого пока не спросил но я думаю это очень красиво смотрите вы можете жить в таком отеле 45 долларов у вас здесь есть шанс затусить в этой красоте но главное чем еще славится кочин это дейли катакали шоу everyday каждый день в этом театре исполняется перфоманс начале красят актеров зеленый цвет они изображают жаб потом рассказывают как же будет выглядеть их мимика я имею ввиду что каждое движение их лица означает какую-то эмоцию либо идею либо хочет что-то ну сказать донести но как всегда это же любви и вот после этого ты целый а я ходил я ходил я знаю ты целый час сидишь тыкаешь фу если бы не мой дилер я вообще не понял бы ничего можно и мимо это это вкуснятина ты не пройдешь кирала спасись думаю у каждого турека есть такая фото на этом острове все сосуществует вместе мирно это мечеть здесь из 500 летняя синагога и конечно же костюм угадайте кого сан-франциско безусловно помним наш приезд тот раз когда мы тут остановились на четыре дня на этом прекрасном острове где можно гулять ты живешь прям семье у индийцев ты живешь в одной из комнат в их доме утром ты просыпаешься они тебе говорят что голодный хава че будешь рубают свой сериал ты сидишь с ними за столом они тебе сготовят садятся и с тобой смотрят сериальчик ты это все изучил почиталков попил и пошел гулять здесь по этим всем достопримечательностям зацените друзья че в молодости че на пике я остановился погрузиться в глубину трагедию этих животных это зоомагазин привет пернаты ладно больше тем что они тут стоят хоть на улице но просто ты столько пыли что я даже понять не могу что за птицей пылью занесло очень птицы такие ну а здесь нормально достойный такой магаз рыбов в основном представлены всей виды губ пешек да друзья мои фактурность зашкаливает и если каким-то чудом вы окажетесь здесь поблизости то не пожалейте часик другой приедьте на островок и посмотрите все это своими глазами и более того кочин он еще и место постоянно проведение каких-то выставок экзибишен перформансов и музеев здесь этого прям навалом все эти старые здания заняты забиты этими картинами выставками скаут чарами free entry максимально просто пробуждает моего восприятия прекрасного и поэтому заодно еще и в старых зданиях вот хотели бы выжить в таком чудо месте наверняка наверняка да но на само по себе уже является наверняка предметом защиты какой-нибудь юнеско уж было прошел мимо но нет это круто это очень крутое здание какие-то сюрреалистические картины жизни рыбаков на фоне тех огромных погрузочных кранов портовых они на лодку как и в старину загружают вон сети люди и байки они ждут переправки на пароме на тот остров очередь довольно такая ну там конца экране видно с этой стороны тачки которые буду загружаться не просто все вот это я называю форсаж вот это я называю блин полицейский охренеть куда я залез разворот вот чё творит этот водяной гангстер он знал что я снимаю чувствует мое сердечко этот парень знал он сидит там наверху и делает такие вещи на поворотах откуда девочки взялась вот он монстрила ах чуть не зацепил чуть грузовичок не втащил этому черному легковухи ну всяко бывает на разгрузке но вы все знаете друзья мои где я там контент поэтому мы ждем мы ждем сейчас что-то будет происходить я тут на заборе вижу чтобы это все с высоты птичьего полета снять пока спокойно пока спокойном темпе подождем когда вон та очередь из голодавшейся по родному карри с рыбой ломанет сторону дома что перебраться на свой остров скорая скорая сразу без базара заходит упасть здесь им честники тоже но потом правительственные тачки ну а дальше поблотнее ребята на джипах все вечеринка с разгону что заметил женщины опять про я проехали подъехали все без очереди там стоят одни мужчины женщины все вне очереди на байкер заезжают туда это заставляет меня задуматься многими лозунгами опять нам говорят что мы равны но мы не равны ну вот мы ждем мы сейчас рыбачим но главным достопримечательность это и есть на визитная карточка почи так называемый китайский рыболовные сети устройство их фантастическое видимо сейчас они не ловят не работает is it not working now this chinese net а because of plants вот я так и думал саргасы мешают и поэтому мы не можем будет их туда опустить но это вся канитель опускается в воду под зависать там на 10 минут а потом из-за противовесов поднимается наверх и вся рыбеха которая там попадается она до кого поздравствуйте в рестораны что более стало ясно противовесы веревками отвязываются сеть опускается потом здесь они веревками притягиваются сеть поднимается серьезное серьезное вообще сооружение наверное им тут десятилетия уже этим сетям я только их вижу лет 15 уже авторитет рыбаки собрались охренеть махина задвигалась чуть не проскочил на моего внимательного взора бывало я даже принимал участие в этой рыбной ловли ну болельщикам как минимум был очень мощно там прям стоял болел давай спартак вот давай 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 еще один прям огромный вы видите корабль врывается порт и вон то я не помню как точно называется но это как бы такое как он лоцман да такая лодочка которому показывает чё куда надо двинуть может даже надо тянет их на канатах я не уверен у них очень мощный у этих буксиров движки и возможно они вот такой в легкую могут тащить корабль здесь запахи мама это рыба пропала уже давным-давно а вот откуда вонизма я думаю откуда этой рыбой вонять ну здесь побольше побогаче представлен кстати рыбный ряд даже вижу нормального такого осьминога кстати не чита нашим чипорским креветки мощные тоже здоровы попахивает тем что здесь уже действительно океанчик рядом и вот даже лобстеры с такими клешнями огромными блин очень полметра у них лишь не атука заценить до лучах закатного солнца он смотрится вообще фундаментально мощно главная тусовая площадь кочи она прямо вот сейчас перед вами опять же театр для в этих кочинских танцев и дармиторий и здесь где-то друзья мои должен быть автобус который унесет вас в аэропорт он должен останавливаться вон там и иметь розовый пинки цвет по-моему это он сейчас узнаем расписание все друзья информация окончательно верная нету больше автобуса отсюда скотчен до аэропорта аэропорт бас white stopped working white stop working here no 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 before yeah red color buses it was always early morning early morning con not in me у меня была уже история что залипал здесь кочине такой о чу неужели нету аэропортовского баса но тот раз они сказали что я опоздал на бас в этот раз они говорят по чесноку слушаем ну правительство отменила бас уже несколько лет он садись на зеленый это если он туда поедет там все надо 3 пересадки делать но времени мне много поэтому я готов сейчас время 6 вечера буду стректора там поближе плечом к плечом к плечом к плечом и вот пока я сижу и надеюсь что мой бас привет я вижу гигантские деревья как будто из них мог торчит но это их их же какие-то засушенные листья такого я не видел главное они тут везде по периметру идти растут прям кинг-конге прям аватар все заходим туда автобус номер один у меня вот 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 в и и и и и и и